Добрый день! Меня зовут Ванда Курова Елена, я являюсь программистом Института системного программирования РАН. Тема моей лекции – интеграция статического анализа в жизненный цикл безопасного программного обеспечения. В данной лекции будут рассмотрены практические вопросы хранения и управления результатами статического анализа. В промышленном программировании верификация ПО помогает сократить издержки при его поддержке и разработке. Исправление ошибок, найденных на более ранних этапах, стоит дешевле, чем исправление тех же ошибок, найденных на более поздних этапах. Для верификации ПО наравне с тестированием, динамическим анализом и формальной верификацией используется статический анализ. Задача верификации ПО бесспорно является важной частью разработки любого промышленного ПО. Но не менее важной задачей является задача интеграции средств верификации, в том числе статического анализа, в жизненный цикл программного обеспечения. Под интеграцией в данном случае понимается следующее. Для проекта настроен автоматический запуск инструментов статического анализа. Результаты, полученные с помощью этих инструментов, загружаются в соответствии с некоторой логикой в хранилище, а затем предоставляются пользователю с помощью вспомогательных подсистем для анализа и формирования отчетов. Поэтому для интеграции статического анализа в жизненный цикл программного обеспечения необходимо решить задачи хранения результатов, их загрузки в хранилище и предоставления пользователю. Задача хранения результатов является одной из основных задач интеграции. Для решения этой задачи необходимо выбрать способ хранения, который смог бы упростить процедуру сравнения результатов различных запусков анализатора и упростить перенос разметки со старых запусков на новые. Первый способ хранения результатов – это хранение результатов в коде проекта. Такой подход решает проблему сопоставления версий запусков, однако приводит к загромождению исходного кода специальными комментариями. Наличие этих специальных комментариев порождает еще ряд проблем. Второй способ – это хранение результатов рядом с кодом. Здесь существуют различные варианты, в том числе существует открытый стандарт на представление результатов статического анализа под названием SARIF. Данный стандарт можно использовать как формат файла для хранения результатов рядом с кодом, однако при таком подходе возникают проблемы сопоставления результатов с кодом, а также проблемы в согласованной работе с результатами нескольких пользователей одновременно. Третий способ хранения результатов – это хранение результатов отдельно от кода, например, в выделенной BD. Такой подход сильно упрощает механизмы совместной работы пользователей над просмотром и разметкой результатов анализа. Достигается это благодаря реляционной модели хранения данных. Плюсом такого подхода является и то, что разметка и иные данные, относящиеся к предупреждению, хранятся рядом с предупреждением. После выбора способа хранения результатов необходимо решить задачу загрузки этих результатов в хранилище. Размер результатов анализа может быть очень большим. Например, анализатор SWACE при анализе исходных кодов операционных систем может выдавать результаты объемом 50 гигабайт. Поэтому важным аспектом здесь будет являться поддержка до загрузки данных с возможностью исключить загрузку уже существующих частей. Следующей задачей является задача предоставления результатов анализа пользователю. Важным аспектом здесь является то, какие задачи мы можем решить, предоставив результаты тем или иным образом. Например, показ результатов через ZDE из локальных файлов. Такой подход хорош тем, что позволяет пользователю работать в привычной IDE, однако он годится только для небольших проектов. Более того, разметка результатов не сохранится и не перенесется, если проанализировать проект повторно. Также нельзя быстро поделиться результатами анализа или провести совместную работу по разметке результатов анализа совместно с коллегами. Можно предоставить результаты через IDE, получая данные с сервера. Такой подход решит проблему совместного доступа к данным и проблему сохранения разметки. Однако внешний пользователь не сможет ознакомиться с результатами без запуска той же IDE. Третьим вариантом является предоставление результатов анализа посредством веб-браузера. Такой подход решает проблемы первых двух подходов, однако появляются другие. Отсутствуют привычные IDE-инструменты и могут возникать проблемы при одновременной работе пользователей над одними и теми же результатами. Таким образом, вопрос интеграции статического анализа в жизненный цикл программного обеспечения является сложной и комплексной задачей, для которой необходимо предусмотреть оптимальное решение, которое будет удобно как внутренним, так и внешним пользователям и не будет предоставлять проблем его администрирования. Институт системного программирования ARAN разработал сервер управления результатами статического анализа для инструмента Свейс под названием Свейсер. Свейсер представляет собой клиент-серверное приложение, доступ к которому осуществляется через веб-браузер и инструменты командной строки. Свейсер позволяет интегрировать результаты статического анализа в код анализируемого приложения и отображать их посредством веб-интерфейса. Задача хранения результатов анализов Свейсера реализована путем использования двух БД. Нереляционный для хранения исходных файлов проанализированных проектов и реляционный для хранения предупреждений, результатов анализа этих предупреждений и иных данных, необходимых для работы Свейсера. Главной особенностью Свейсера является выбранный подход к решению сопоставления результатов анализа различных запусков анализатора. Решением было назначение каждому предупреждению класса эквивалентности, благодаря которому происходит перенос разметки между аналогичными предупреждениями в различных снапшотах. Swacer легок в администрировании. Минимальные требования для работы Swacer – это машина с местом на диске более 128 ГБ и оперативной памятью не менее 8 ГБ. Также на машине должен быть установлен Postgres SQL версии 12 и выше. Дистрибутив Swacer содержит один исполняемый файл и одновременно используется как сервер и как клиент к серверу. Также Swacer поддерживает две операционные системы – Windows и Linux. Запускается Swacer командой Swacer Server и требует наличия двух свободных портов – 8080 для веб-клиента и RES-запросов и порта 3002 для gRPC-запросов. В случае, если эти порты заняты, то необходимо переопределить порты по умолчанию в команде запуска. Задача загрузки результатов на сервер Swacer решена и происходит в два этапа. На первом этапе необходимо выполнить команду Swacer Import. Данная команда помещает результаты в промежуточное хранилище, где происходит их предобработка, в том числе и дедупликация. На втором этапе загрузки необходимо выполнить команду Swacer Upload, указав путь к промежуточному хранилищу, где хранятся подготовленные на первом этапе данные. Данная команда инкрементально загружает подготовленные данные на сервер, что исключает загрузку уже существующих на сервере данных. Swacer является многопользовательской системой с ролевой моделью доступа к данным. Для каждого пользователя должна быть назначена роль, в соответствии с которой определены его действия в системе и над проектом. Каждая роль определяется именем, набором проектов или бранчей и допустимыми операциями к ним. В данной системе по умолчанию существует несколько предопределенных пользователей и несколько предопределенных ролей. После запуска сервера Swacer он становится доступным для работы пользователей с результатами анализа. Благодаря выбранной системе представления посредством веб-браузера внутренние и внешние пользователи могут работать с результатами без настройки собственной локальной машины. Swacer имеет дружелюбный и интуитивно понятный интерфейс, локализованный под русский и английский языки. Начать работу с результатами анализа достаточно просто. Для этого авторизованному пользователю достаточно выбрать проект, бранч и снапшот, с которыми необходимо работать. Одна из основных задач, которую позволяет решить Swacer, это предоставление удобного и гибкого интерфейса для анализа предупреждений и сравнения результатов анализа. Для упрощения работы с большим количеством предупреждений в Swacer существуют различные фильтры. Существуют предопределенные, локальные и глобальные фильтры. Предопределенные фильтры находятся в левой панели главной рабочей области. Здесь все предупреждения разбиты на группы по детекторам, к которым они относятся, по файлам, в которых они были найдены и по критичности самих детекторов. В контексте Swacer детекторы называются чекерами. Для того, чтобы ознакомиться с предупреждениями, необходимо выбрать группу и таблица отобразит необходимые предупреждения. Если пользователю нужны более сложные фильтры, состоящие из набора параметров, то существует возможность создания своего собственного локального фильтра. Однако иногда бывает необходимым предоставить пользователям не всю информацию о результатах анализа, а лишь какую-то определенную часть. Например, показывать предупреждения только с высоким уровнем критичности. Для таких целей в Swacer реализован глобальный фильтр. Глобальные фильтры настраиваются для проекта или бранча пользователям с правами администратора. Данный фильтр применяется на стороне сервера для отдачи пользователям, работающим с этим проектом или бранчем, уже подготовленных отфильтрованных данных. Таким образом, пользователи получают только необходимые для работы данные. Главной особенностью работы с результатами анализатора является анализ выявленных предупреждений. Вынесение вердикта пользователям о валидности предупреждения называется разметкой предупреждения. В Swacer определено 5 статусов разметки. Confirmed, False Positive, Want Fixed, Uncleared и Undecided. К каждому статусу в системе назначен свой цвет. Размеченное предупреждение будет выделено цветом в соответствии со статусом разметки. Пользователю также предоставляется возможность оставить комментарий к предупреждению. К основной разметке могут применяться дополнительные атрибуты, такие как критичность, severity и возможное действие пользователя, action. Семантика этих атрибутов не декларирована и может быть определена в рамках вашей команды. Каждая операция по изменению разметки сохраняется в истории. Посмотреть историю разметки можно по специальной кнопке Show Review History. Размечать предупреждение можно как из рабочей области, так и в режиме работы с исходным кодом. В Swacer предусмотрена возможность работы с предупреждениями даже в режиме работы с исходным кодом. Для просмотра исходного кода используется редактор, схожий с редактором Visual Studio Code. Он предоставляет дополнительный набор команд, который доступен по клавише F1. Также пользователю доступен поиск по коду по комбинации клавиш Ctrl F и две дополнительные команды из контекстного меню. Команды контекстного меню используются для навигации по определениям идентификаторов в коде. Первая предназначена для поиска определения самой переменной, а вторая для поиска ссылок на нее. Также в Swacer предусмотрено формирование трех типов отчетов. Первым типом является краткий отчет. Он представляет из себя таблицу, которая содержит комплексную информацию обо всех предупреждениях в снэпшоте. Вторым типом отчетов является подробный отчет по предупреждениям. Все предупреждения в данном отчете сгруппированы по чекерам. Каждое предупреждение формируется по единой форме, содержащей статус разметки предупреждения, фрагмент кода, к которому относятся предупреждения, или комментарии, если таковые имеются. Краткие и подробные отчеты экспортируются в двух форматах – PDF и CSV. Третий тип отчетов – это интерактивные отчеты, разделенные на две секции – общие и тренды. Данные отчеты созданы для ознакомления и не экспортируются. Еще одной важной особенностью Swacer является возможность сравнения. Сравнивать между собой можно как отдельные маркеры, так и целые снэпшоты. При сравнении снэпшотов пользователю предоставляется информация о различии текущего снэпшота и снэпшота, выбранного для сравнения. В этой информации указывается количество новых и отсутствующих предупреждений в текущем снэпшоте по сравнению с выбранным, количество предупреждений, для которых изменилось положение в коде или какие-то другие незначительные параметры, и количество предупреждений, абсолютно идентичных предупреждениям в выбранном снэпшоте. Также пользователю доступна информация о различии настроек анализа, доступная по клавише ShowDiv поле Analysis Info. Помимо веб-интерфейса, Swacer предоставляет документированный REST API, благодаря которому сервер Swacer может быть использован совместно с другими подсистемами представления. С помощью REST API можно получить информацию о загруженных на сервер проектах, бранчах и снэпшотах. Также можно получить информацию обо всех предупреждениях в снэпшоте и запросить результаты сравнения двух снэпшотов друг с другом. В настоящее время Swacer активно поддерживается и дорабатывается с учетом пожеланий пользователей. Каждые полгода выходят большие релизы, каждые полтора-два месяца выходят багфиксы и небольшие обновления, в которых реализованы пожелания заказчиков. Оставить свои замечания и предложения вы можете на нашем Ишью Трекере. На этом лекция о практических вопросах хранения и управления результатами статического анализа на примере разработки Института системного программирования RAN Swacer завершена. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok